Ам-наба'ит. Ас-саляму алейкум, рахматуллаху, баракату. Помилови Всевышнему Аллаху, субхану а-та'аля. Аль-Хамдул-Лля, мы еще до одной пятницы дожили, вместе здесь собрались. Восхваляем Аллаху, субхану а-та'аля, за это. И просим прощения за наши ошибки, за наши грехи. Просим Всевышнему Аллаху, субхану а-та'аля, как собрал нас в этот день в лучшем месте, в своем доме, чтобы в сутный день вместе собраться в Джанна-Туль-Фердеус. Вот сейчас тоже написали письма. «Сделайте дуа, кто-то погиб, кто-то попал в аварию, сломал ноги, не может ходить». И за прошлый месяц тоже было несколько таких случаев из близких. Один из моих учителей, у которого погибла дочь в аварии, Куран Хафизом была, возвращалась в Казани, беременна была, только недавно замуж вышла и насмерть разбилась. Аллахи рахмаха, 23 года было ей. У нашего близкого брата, когда мы сейчас, аль-хамду-ля, приехали с Мекки, находились в Мизине, сообщили, что у него сын погиб. Также один брат сюда ходит на джума-намаз. Каждый в послепятничной проповеди подходил, говорил, «Сделайте дуа за моих сыновей Абдулла и Абдурахман». Буквально позавчера позвонил, что Абдурахман погиб, умер. Поэтому, когда у нашего одного брата, близкого брата погиб сын, в это время, мне когда сообщили, я находился в Медине, находился вместе с одним шейхом Юсуф Аль-Бахуф, муфтием в мечети Аль-Харама, и он подготовил такой текст, аль-хамду-ля, чтобы мы взяли из этого себе пользу. Это именно обращение к тем, у кого погибли дети в этой жизни, и какая их ждет награда в этой жизни, в Судный день. Бисмиллахи рахману рахим. Аль-Авладу ниаматун. Мин аджалли и авдали ниамма аланинсан. То есть дети – это великая милость Аллаха, Субханава Тааля. Самая большая милость, которую Аллах, Субханава Тааля, из этой дунии человеку дает, это дети. Ла яхиссу биха илля манхурима минха ауфа кадаха. И эту милость может почувствовать только тот, не может почувствовать тот, кому Аллах не дал детей. И чувствует, какая же это милость тот, который теряет своих детей. И ребенок – это подарок Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. Почему подарок? Потому что Аллах, Субханава Тааля, в сурате Шура назвал детей именно подарками. Аллах, Субханава Тааля, в Коране сказал, То есть, Всевышний Аллах, Субханава Тааля, принадлежит власть на небесах и на земле. И он творит все, что пожелает. И в качестве подарка, кому пожелает, Всевышний Аллах дает девочек, а кому пожелает, дает мальчиков. Поэтому в некоторых семьях только девочки, в некоторых семьях только мальчики. А кому-то дает и мальчиков, и девочек. То есть, есть семьи, у кого есть и мальчики, есть и девочки. А кому-то Аллах не дает детей делать бесплотными, бездетными. И Всевышний Аллах, Субханава Тааля, знающий, Субханава Тааля, всемогучий. То есть, типа в таком, как стих. Поистине, наши дети, это подобно душам, которые ходят по этой земле. И если что-то случится, даже подует ветер на одного из них, то наш глаз даже не моргнет. То есть, переживают родители очень за своих детей. Даже некоторые ученые говорят, почему именно родители больше переживают за своих детей, чем дети за своих родителей. Поэтому, фитрату-ль-хая, такова природа. Аллах, Субханава Тааля, сотворил Адама, алейхиссалям. У него не было отца, не было мамы. Он не смог отдать свою любовь родителям и переживания. Но все свое переживание отдавал детям. И так оно из поколения в поколение передается. Когда у пророка Мухаммада, салаллаху алейхиссалям, погиб сын Ибрахим. И он его назвал в честь Ибрахима, алейхиссалям. Очень сильно его любил. И приводится это. От Анаса, салаллаху алейхиссалям, приводится, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхиссалям, взял его в руки. У посланника Аллаха, салаллаху алейхиссалям, из глаз текли слезы, когда он держал Ибрахима, своего сына, маленького, на руках. И он, кана, ешхак. То есть он, Ибрахим, его сын, стонал, дрогался. И тогда у пророка, салаллаху алейхиссалям, потекли слезы. И Абдурахман бин Ауф сказал, «Ва анта я расул Аллах, и ты посланник Аллаха, и ты посланник Аллаха, ты тоже плачешь». И потом он сказал, «О, Абдурахман, это милость!» И несколько раз повторил. И сказал, поистине слезы текут, сердце печалится. И мы не говорим ничего, кроме того, чем доволен наш Всевышний Аллах. И мы с расставанием с тобой, о, Ибрахим, с разлукой с тобой, о, Ибрахим, печалимся. Поэтому Ибн Масиута, рада Аллаху алейху, сказал, «Ма минкум, илля дайф, и дайф муртахиль». Каждый из вас в этой жизни только гость. А гость, он уйдет. То есть гость приходит и уходит. И все, что Аллах нам дал детей и богатство, это временно. И придет день, когда придется расстаться, или родители уходят перед детьми, или дети уходят вперед своих родителей. Но, однако, есть радостные события для тех людей, которые потеряли своих детей. И поистине, когда у нашего брата, у наших близких уходят близкие, их дети или у кого-то из нас, то мы здесь проявляем скорбь. И поэтому должны друг другу напоминать, то, что радуйся, брат. Иншаллах, Аллах, Субхану Таля, вас обрадует. Первое, что... Поистине, тот, того, кого Аллах, Субхану Таля, испытал чем-то, за этого человека Аллах молится и дает свое милосердие, милость и прямой путь. Так как сказал Всевышний Аллах, Субхану Таля, описывая, когда Аллах описывает верующих, терпеливых людей. Я буду непременно вас испытывать, говорит Всевышний Аллах, Субхану Таля, страхом, голодом, финансовыми потерями, телесными болезнями, смертью. Но, однако, обрадуй терпеливых людей. Кто же они такие терпеливые? Это те люди, когда Аллах их с чем-то испытывает, они говорят, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Что же будет таким людям? Этим людям будет салават от Аллаха, Субхану Таля, милость. И эти люди, идущие по прямому пути. Что же касательно молитвы от Аллаха, то это прощение. Ибн Аббас сказал это восхваление. Или прощение и восхваление. Однако милость, милосердие – это тоже салават от Аллаха, мольба Всевышнего Аллаха, Субхану Таля. Также говорится, рахма, милость – это то, что Аллах отдалит от человека печаль, тяжесть, какое-то что-то плохое, и также решит все его дела, все его проблемы. А что касается, что они, идущие по прямому пути, то есть это они, когда приходит им какое-то испытание, Аллах, Субхану Таля, направляет их вернуться к Аллаху, Субхану Таля. То есть они говорят, мы возвращаемся к Аллаху, Субхану Таля, полностью полагаемся на Всевышнего Аллаха, Субхану Таля. А именно салават от Аллаха в трех вещах. То есть Аллах, Субхану Таля, даст этому человеку, которого испытал, позволит ему поклоняться, то есть облегчить ему поклонение Всевышнему Аллаху, Субхану Таля. И так же отстранить его от греховного. И простить все его грехи. Только один салават дает им эти три вещи. Субхану Аллаху, это милость Аллаху, Субхану Таля. И когда у человека происходит какое-то испытание, что-то печальное, умирает кто-то, то он говорит, я возвращаюсь к Аллаху, Субхану Таля. И Саид бен Джубейр сказал, возвращение к Аллаху, Аллах дал только этой уме, уме пророка Мухаммада, Салаллаху Алейхи Вассалям. Так как сказал нам Всевышний Аллах о Якубе Алейхи Вассалям, когда он потерял своего сына Юсуфа, что он сказал? Что сказал Якуб Алейхи Вассалям? Аллах о нем говорит в Куране. То есть он отвернулся, Якуб Алейхи Вассалям, от своих детей, когда они пришли ему с вестью, что Юсуф пропал. «Опечалился по Юсуфу, и глаза его помутили». То есть ослеп он, Якуб Алейхи Вассалям. «Ва каалал-рази, фа'лам, фа лау кана лагу л-истирджа' ла каала дзалик». Но если бы в их уме было бы эти слова, возвращение к Аллаху, Субхану Тааля, то Якуб Алейхи Вассалям обязательно сказал бы эти слова. Поэтому Аллах, Субхану Тааля, дал только этой уме. Только этой уме. А в какой же благо скрывается под этими словами, мы возвращаемся к Аллаху, дальше мы увидим, иншаллах. И также «Мухтадун», кто такие, идущие по прямому пути? «Мухтадуны илаль-джанна». Сказали ахлю Тафсира, это те, кто идут в направлении джанната. И также «Илаль-саваб, альфа изуна бит-саваб, тем, которым Аллах даровал награду. «Валь-мухтадуны лиса и рима лязимахум». И также ко всему благому они направляются на все благое. «Илаль-саваб, альфа изуна бит-саваб, альфа изуна бит-саваб, когда Абдуллах бит-саваб, когда его сын умер, он вышел к народу, одел лучшую одежду и надушился лучшими духами, Илаль-саваб, альфа изуна бит-саваб, и народ разозлились и сказали ему «Я муту вальаду к Абдуллаху, сумма тахриджу фи-сияб, мисли ха-зи». «Миха мисли ха-зи муддахинан». То, что сказали, твой сын умер, а ты радуешься, одеваешь красивую одежду и хорошо душишься. Бывает же такое у некоторых народов, когда кто-то умирает, они одеваются в черном, в соболезненном, не одевают красивую одежду. А здесь в исламе все наоборот. Он говорит «Как ты так выходишь? От тебя вкусно пахнет, красивая одежда». На что он ответил «Каля ла хум. Аллах, у меня три вещи обещал. Аллах, у меня три вещи обещал. Мой сын умер, но как мне не радоваться? Каждый из этих вещей лучше, чем вся эта дунья и все богатство, которое у меня есть. «Каля Аллаху». Всевышний Аллах сказал, верующие люди те, когда их испытывает Аллах чем-то, они говорят «Мы принадлежим Аллаху, к Нему мы возвращаемся». Этим людям салават, молитвы от Аллаха. «Хадзи-ль-Ула» – это первое. «Ва-Рахма» – милость, милосердие. «Ва-Хадзи-ль-Танья» – это второе. «Ва-Ула-Ик-Ахуму-ль-Мухтадун» – «И они идущие по прямому пути». «Ва-Хадзи-ль-Танья» – это третье. Как мне не радоваться. Также приводится, когда Ибн Аббас, когда он был в пути, и когда сказали, что его сын умер, он что… Первое, что он сказал, «Инна лиллахи ва-Инна ииллахи раджи-ун». «Я принадлежу к Аллаху, мы принадлежим к Аллаху, и к Нему мы возвращаемся». «Сумма назаля фасаля рака'тейн». Потом слез со своей верблюдицы и два рака'та намаза прочитал. «Щукр Всевышнему Аллаху, Субхану и Таалю». Также, Субхану Аллаху, когда у нашего брата Аллах забрал сына, «Хамду лилляху», он тоже сказал, «Инна лиллахи ва-Инна ииллахи раджи-ун». Вернулся домой, прочитал два рака'та намаза. «Цумма каль, «Кад сана'на ма амаран Аллаху та'ала бихи». «Каль, каль та'ала, «Васта'ину биссабри и вассаля». То есть, и мы сделали то, что нам повелел Аллах, Субхану и Таалю. Аллах нам сказал, прибегайте к Аллаху за помощью посредства терпения, собра и посредства молитвы. «Варавал хафид Абу-Наим, ламма туфия зерр бин Амар ал-Хамдани, джа'ahu абу-ху, ау-джа'абу-ху, фа-важадаху кад маат. Фа-важада ахлю бейт хиаб кун». Когда умер зерр ибн Амар ал-Хамдани, пришел его отец и увидел, что он умер и увидел, что все, кто в доме плачут. «Фа-кала ма бикум». Тогда он сказал отец, «Почему вы плачете?» «Калю ма тазар, умер зерр». «Фа-кала ал-хамду лиллях». Он сказал, «Во слава Аллаху». «Валлаху ма золамана, вала кахарана, вала зэхаба лана лих бихақ, вама уриды гайрана бима хасалали дзерр, вама лана аля Аллахи мин маэсэм, сумма гассалану ва кафанаху, ва зэхабали юсалли маал мусаллиин». То, что он сказал, «Ал-хамду лиллях, Аллаху субхану тааля не причинил, не притеснил нас. И, аль-хамду лиллях, то есть не забрал помимо дзерра еще других детей, еще кого-то. Потом он его сам же помыл, отец, завернул его в кафан, в саван, и пошел, чтобы читать с людьми намаз, джаназа за него. «Сумма зэхаба бігі ілэл мақбара». Потом отнес его в могилу. «Валамна вадағану філкабр». Когда он положил его в могилу, «Каля» сказал своему сыну, «Рахмикаллах, я бунай, пусть Аллах смилысу санатабой, о сыночек. Кад кунта бі барран, ти харашот насилси камня, вакунту лека рахиман, я был милыс в к тебе. «Вамалі ілэйка мин вахша, вала ілэйла ахидин баўд Аллахи фақа. Валлаху, я дзер, маа зэхабат лена, маа зэхабта лена бі'из, вама бқайт аалейна мин аззул. Валлаху, лакад шагалані Аллаху, валлаху, лакад шагалані, валлаху, лакані лхузні аалейк, я дзер, валлаху, лаула, хаула яуму алмахшар, латаманнайту анни сирту ілэ ма ілэйх сирт». То, что он сказал, «Сыночек, пусть Аллах над тобой смилуется, ты никогда не заставил нас краснеть, ничего не приносил нам плохого, хорошо ко мне относился, к своим родителям, и клянусь Аллахом, если бы я не верил бы в судный день, то, что мы с тобой встретимся там, то бы я тоже хотел бы лечь с тобой в могилу». Если бы я почувствовал, что тебе будут говорить в могиле, и как ты отвечеш? Потом опять поднял руки, к Аллаху, субхану та'аля, вознес руки и повлакал, «Аллахумма іннака кад ва'аттані саваба ін сабарт». О, Аллах, ты обещал мне награду, если я буду терпеть. Аллахумма, «Ма ва'аттаву лі мин аджр, фајаалху лі дзар сілато мені, ва тежаваз ранху». О, Аллах, какуйте мне награду даш, такжа дай награду муиму ссину, и прастиву грихи, фаэнта архаму біхи мені, ти боли мил сих книму чем я. О, Аллах, ти боли мил сих книму чем я. Аллахумма, «Ині кад ва'атту лі дзар, иса'аттан фааб лаву, иса'атту фаэнта аджваду мені ва акрам, туман сарафа, вадуму'ау тактар ала лі хяті, ва лейсаладзі яджрі минал айни ма ўха, ва лакіннаха рух тасілю фа тактар». И то потом он развернулся, и слезы его текли. И это не просто была водичка, а это душа его со слезами выходила. Также Аллах Субханалу Тааля второе, это первые вот эти вещи. Второе, какое именно радостное событие для тех, кто потерял своих детей. «Ассукья яуму вам'а лакбар». В судный день эти дети будут поить водой. То есть когда будет сильная жажда, эти дети подойдут к своим родителям и будут поить их водой. «Каля та'аля фи васуи гаули яума лакияна». То есть в судный день, когда обитатели ада попросят у обитателя рая воды, они скажут «Иннналлах харрама хума аалал кафирин». То есть поистине Аллах Субханалу Тааля запретили это вам, неверующим пить. Но однако дети будут поить своих родителей. «Фа фи яуму даммал акбар, ябхатул марру, амман яски». В судный день будет каждый человек искать, кто бы смог его напоить водой. «Фа ятил валаду ладзима тасагиран, лейюска валидей». То есть и придет ребенок, который умер, придет, чтобы напоить своих родителей. «Ан Мухаммад халаву акия кала, «Канал ли Ибрахим Аль-Харби ибн, «Канал ли Ибрахим Аль-Харби ибн, «Канал ли Ихда Ашара сана, «Кад хафидал Кур'ан, «Канал ли Ибрахим Аль-Харби сын, «Который выучил Кур'ан, «И много знал из фикха, «из религии, «из понимания религии». «Канал ли, «Кунту аштахимаута ибни хады». И когда я пришел, чтобы дать, то есть разделить с ним эту потерю, принести свои соболезни, то он сказал, «Я хотел, чтобы этот сын у меня умер». «Кал, «Я, Аба Исхак, «Анта алимад Дуния, «Такулу митл хады, «Фи Саби?» «Кад анджаб в хафидал Кур'ан, «Валаккана ул хадыз, «Вал фикх?»» «Кала, «Наам». Он сказал, «О, Аба Исхак, «Ты великий ученый, «Говоришь так о своем ребенке?» «Ведь он знал Кур'ан, «Он знал религию Аллаха, «Хадыз». «Он говорит, да». «Пишемо, «Рأيت في النوم كأن القيام قد قامت وأكأن صبيان بأيديهم قلال ما يستقبلون الناس يسقونهم وكان اليوم يوما حرا شديدا حرا قال قلت لأحدهم أسقني من هذا الماء قال فنظر إلي وقال ليس أنت أبي فقلت فإيش أنتم قالوا نحن الصبيان الذين نمتنا في دار الدنيا وخالفنا آباؤنا نستقبلهم فنسقيهم الماء قال فليهذا تبانيتم إبن الجاوزر переводит в своей книге то, что видел когда судный день настал и дети ходят с водой чтобы напоить людей и тогда подошел ко мне один ребенок принес мне воду и сказал не ты ли мой отец тогда сказал а кто же ты такой я тот кто ушел вперед тебя твой сын и так будет судный день что дети будут поить своих родителей из воды третье какое радостное событие نجاتو من النار то, что Аллах отдалит от этого человека который потерял своего ребенка наказание ада الله سبحانه وتعالى صبر على فقد لأولاد فيهي وقايا من النار ومن غضب الجаббار то есть тот кто потерял ребенка Аллах سبحانه وتعالى отдалит его от огня и отдалит его от огня قال في الإسلام قالت في الإسلام فقالا ما من المسلمين يقدم الثلاثة في الإسلام لم يبلغون الحنثة يحتسبهم إلا حتظرا بحضير من النار روال بخاري تو есть женщина подошла пророку محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقالا ما من المسلمين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقالا ما من المسلمين 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 سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وقالا ما من المسلمين 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 Продолжение следует... Ибнук Амата Валадук, твой сын погиб, и сказал он с глубины души, сказал да, посланник Аллаха. Хочешь, чтобы в судный день твой ребенок, который ушел из этой жизни вперед тебя, ждал тебя около дверей рая, и вы вместе зайдете? Да, я хочу этого посланника Аллаха, и так тебе будет. Тогда сахабы спросили, это только для него касается или всех? Всех, кто потеряли своих детей, поистине спросим, чтобы все те наши братья, сестры, которые потеряли своих детей, чтобы их дети ждали в судный день около дверей рая и сказали, пойдем, папа, пойдем, мамочка, зайдем вместе. Также приводится, что Давуд, когда у Давуда, алейхиссалям, погиб сын, Аллах, субханата Аля, обратился к нему и сказал, То есть, какова цена была этого ребенка у тебя, у Давуд? Он сказал, то есть, его цена была, как будто, подобно этой земле, переполненной золотом, то есть, на вес золота всей этой земли. Тогда Аллах, субханата Аля, сказал, В судный день тебе будет сколько на земле есть награды, столько тебе будет за твой сабр, за твое терпение. То есть, в судный день детям скажут, заходите в рай. Дети скажут, о, Аллах, мы не зайдем, пока не зайдут наши отцы и наши мамы. И потом, когда они будут ждать своих родителей, они скажут, Аллах, субханата Аля, скажут, заходите, заходите в жанна. Они скажут, нет, Аллах, пока не дождемся своих родителей, своих отцов, своих мам. И тогда, когда они придут, Аллах скажет, заходите в рай вы и ваши родители, ваши папы и ваши мамы. Сабуран, Арава бин Суббизубейр очень был терпеливым. И когда на одной из газоватых, на одной из битв его поранили, то есть, когда ему сказали, ему нужно у него гангрена, нужно ему отрезать ногу. И сказали, дайте ему снотворное, то есть, усыпите его. И он сказал, я не хочу, чтобы я заснул и не поминал Аллаха, субханата Аля, в эти секунды. Режьте так. И принесли пилу, минчар, отрезали ему ногу. И потом он взял свою ногу в руки и сказал, о, Аллах, субханата Аля, это одна часть, ты другие части оставил, я тебя благодарю за это. И потом, когда ему сказали, что его сын умер, он сказал, الحمد لله, لين أخذت واحدا لقد أبقيت جماعتا. Если ты забрал одного, то ты оставил جماعت, моих детей еще остались. И последнее, какая награда, это то, что Аллах, субханата Аля, построит дом в раю тому, кто потерял своего ребенка, который называется дом благодарства. بيت الحمد. Не будем его читать по-арабски, так как времени нет, то сразу переведем, то, что в судный день, то, что когда Аллах забирает детей, обращается к ангелам и говорит, и говорит Всевышний Аллах, субханата Аля, вы забрали, говорит, душу, ребенка моего, раба. Ангелы говорят, да. Вы забираете кусочек его сердца. Ангелы говорят, что же мой раб, как себя повел, когда вы забрали от него ребенка? Ангелы говорят, он поблагодарил тебя и вернулся к тебе. Сказал, الحمد لله, إن لله وإن إلهي رجعون. Так себя повел. Постройте этому рабу моему дом в раю и назовите дом благодарства. Просим Аллаху, субханата Аля, чтобы каждому, чтобы уберег наших детей и кто потерял своих детей, чтобы Аллах дал великую награду, как в этой жизни, иншаллах, дал им сабр. И не каждому Аллаху, субханата Аля, дает сабр. Только тому, кого помиловал Всевышний Аллаху, субханата Аля. Сколько людей там суицидом покончили и так далее, потому что нету имана, потому что нету веры в сердце. Поэтому, الحمد لله, дай Аллаху, субханата Аля, всем сабр и смиловися над теми детьми, которые ушли из этой жизни, и чтобы они вместе со своими родителями были вечно в джаннат-люль-фирдаус. Продолжение следует...